Район Москва, улица Демьяна Бедного, Сакена Си, Фулина и еще десяток других. У каждой придомовой территории огромные сугробы. Это работа самих жителей. Снег они из дворов убрали, но не вывезли. По словам жителей, коммунальные службы проводят уборку снега только на основных улицах, игнорируя второстепенные, в том числе сугробы на тротуарах. В Москве не то, что снег не вывозится, даже не чистится. В прошлом году чистили хотя бы ротор, здесь проезжал. Сейчас ни ротора, ничего мы не видим. Снег не чистится. Вот у нас здесь всегда потоп. Вот в этом году мы, наверное, точно будем тонуть. Потому что ни разу, вообще ни разу не вывезли. Даже дорожки не чистятся. Я смотрю, что по городу у нас на весь город 2-3 погрузчика. И тот чистят, наверное, недели две только парт Назарбаева. И все, больше у нас ничего не чистится. Гололед, ухабы, колеи и огромные сугробы. Именно так сейчас выглядит каждая улица на Москве. На дороге автомобилисты вынуждены передвигаться предельно осторожно. Сложно не только разогнаться и остановиться, но и перестроиться. Снег по факту во многих районах города не убирают, а просто сдвигают в сторону с минимальными для подрядчика усилиями сетуют жители. На этот год еще пока не убирали. Раньше хоть немножко, ну как бы, прочищали дорогу эту, но в этом году пока еще нет. А вы не боитесь, что потоп будет? Конечно, боимся. Район Москва же всегда же на потоп, всегда под страхом живем, что вот не дай Боже потоп пойдет. И в этом году такой завал идет вот. Поэтому боимся, вот хотим, чтобы улицу убирали, с Москвы весь снег выносили, вывозили. Несмотря на то, что дорожная техника в эти дни работает в усиленном режиме, навести порядок пока не получается. Основная причина кроется в погоде, поясняют в отделе ЖКХ. Снегопад, метель и перепады температур. Но работа якобы ведется круглосуточно. Между тем, аксюбинцы отмечают, что регулярно подают жалобы в соответствующие организации о некачественной уборке снега. Однако реальных действий со стороны дорожных служб, в частности жители района Москва, не видят. Резация Киева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».